Узбекистан Напомним, Рустам Каримов является известным узбекским блогером, выступающим с критикой в адрес власти Узбекистана, причем как каримовского режима, так и режима Мирзиёева. Весной текущего года он был депортирован в Узбекистан из Польши, после того, как польские власти отказали ему в предоставлении политубежища. По приезду на родину Рустам начал принимать активное участие в громком судебном процессе по рассмотрению жалобы студентки Исламской Академии Узбекистана Луизы Муминджановой, отчисленной за ношение хиджаба. После своей встречи 8 апреля с заместителем председателя духовного управления мусульман Узбекистана Абдуллизиз Мансуром, где присутствовал еще один узбекский блогер Астанов Тулкин, оба были задержаны. Решением Алмазорского районного суда города Ташкента они были осуждены по статьям 183 и 194 Административного кодекса «Мелкое хулиганство» на 15 суток административного ареста. Однако 23 апреля вместо того, чтобы освободить задержанных по истечении срока административного ареста, правоохранители передали блогеров в СГБ, которые уже сфабриковали против них уголовное дело. Целью визита блогеров в Думу было обсуждение проблемы посещения учебных заведений девушкам в хиджабе. По их словам, они попросили Думу не оставаться в стороне от проблемы, которая остро волнует жителей страны, проявить свою исламскую позицию и защитить честь мусульманок и их обязанность на ношение хиджаба. Во время следствия родные Каримова не смогли добиться встречи с ним. От предоставленного госзащитника со стороны СГБ Республики Узбекистан Рустам Каримов отказался. По мнению наблюдателей, судебный процесс является политическим, а уголовное дело по отношению блогеров, выступавших в защиту чести мусульманок, является сфабрикованным. Субтитры создавал DimaTorzok